Интернет-троллям объявили войну. Твиттер сообщил о блокировке ни много ни мало 70 миллионов подозрительных аккаунтов. Против кого борются? Детали виртуального противостояния фейкам, знает Дмитрий Анопченко. Это стало обыденностью. Все теперь уткнулись в мобильные телефоны. На ходу читают, смотрят видео, посылают сообщения и твитят. Ведь с приходом Трампа эта соцсеть становится все популярнее, поскольку именно в ней президент по нескольку раз в день сообщает о самых важных решениях. Баталии в комментариях разгораются нешуточные и зачастую уже невозможно разобраться. Это обычные пользователи с тобой спорят, а значит из текста можно понять, как общественность настроена. Или в борьбу вступила тяжелая артиллерия, армия фейковых персонажей. Не так давно о такой борьбе сообщил Фейсбук, но вот теперь подтягивается и Твиттер. Авторитетная газета The Washington Post провела собственное расследование и пишет в свежем номере, мол, социальная сеть готовится нанести серьезнейший удар по интернет-тролям. Газета выяснила, с мая Твиттер уже заблокировал более 70 миллионов аккаунтов. Темпы поражают, замораживают по миллиону страниц в сутки. А уже на следующей неделе публично объявят о дополнительных мерах. Заработают специальные алгоритмы для определения негативного поведения пользователей. В частности, если это не сообщение о землетрясении или цунами, то одинаковый текст, отправленный с разных страничек, будет автоматически удаляться. Вашингтон пост пишет, Твиттер заактивничал не сам, а под давлением Конгресса в связи с расследованием российского вмешательства в выборы, частью которого якобы и была грязная кампания в этой социальной сети, когда тысячи троллей по команде бросались комментировать нужные события, влияя таким образом на настроение избирателей. Уже осенью в Соединенных Штатах промежуточные выборы. Людям придется голосовать за губернаторов, за часть конгрессменов. И к этому моменту социальные сети хотят полностью зачистить от ботов и троллей. Даже ценой того, что рядовым добросовестным пользователям, возможно, тоже придется столкнуться с трудностями. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.